Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 27 августа вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, дайте по новостям. Сегодня любопытные новости будут из Соединенных, по некоторым данным, еще Штатах Америки. В 17.00 по Москве индекс доверия потребителей, которые многие ждут. И на этом будет интересная волатильность по доллару. Давайте посмотрим, что можно будет поторговать на графиках. Поехали. Итак, начнем с котировочек золота, которые подрастают, поджимают хайя. Что у нас здесь любопытного? Вчера, кстати, был прикольный шортовый слом, который прям здорово подотработал по вот этим двум целям. И кто участвовал, в принципе, молодцы. Что здесь любопытного? Прям жестко стояли, жестко, но подобрушились, создали площадку и, собственно, азиаты свое дожали. Что по рынку? Смотрите, значит, у нас довольно много уже касаний было новостных экстремумов. Это новость, это после новости. Второй, третий, пятнадцатый подход. Вот может это все, друзья мои, подупасть. Где купить золото, спросите меня вы. Можно его взять вот именно на этом сломе. Но до этого слома еще далеко. Поэтому либо купить здесь, либо ждать какого-то развития событий. Не знаю, может поставить какие-то пробойники по хаям. Если прям дадут сегодня, там слабые новости, например, по индексу доверия потребителей, в принципе, может бахнуть наверх. Но я с точки зрения сломов сейчас сюда бы не лез. Понятно, что все говорят, тренд бычий. Да, есть площадка, есть куда расти. Но от текущих покупать сейчас любой дурак будет ставить стопы сюда. Но если и покупать, то по хорошим ценам, а не так в середине диапазона. Так, что касается пары евро-доллара. Здесь любопытно, любопытно. Смотрите, вчера по евро был внутренний бар после такого бычьего кульминационного. И даже с внутреннего бара не подрезали стопы. И это, друзья мои, сигнальчик о том, что как минимум пробой вот этого лоу будет обязательно. Вопрос, когда заскочить. Те, кто торгует сломы, в принципе, уже могли стоять в шортах. Либо от вчерашнего дня, либо от сегодняшнего. И любопытно с точки зрения охоты за стопами, то, что здесь не было забрано... Не была забрана ликвидность. Вот здесь все оставили. Несмотря на то, что здесь небольшой пробойчик был. Но уже довольно много времени прошло. И сверху внутренний бар. Что бы хотелось увидеть? Если вы продавец, то лучше продать вот здесь. Вот здесь. Ну, либо по лучшим ценам повыше. И попытаться поддержать эти позиции. Как минимум до лонгового слома. Либо как максимум до пробоя вот этой площадки. Если так реализуется, то при рисках порядка, ну, пусть даже 200. Вы заработаете 800. 4 к 1. На дороге не валяются. Вот. Ну, хорошее соотношение. Можно присмотреться. Но пока лонговый вот этот удерживается. Но все решат сегодняшние новости в 17.00 по Москве. Так. По фунту. Фунт прям растянулся мрачно. Это хорошо. Сегодня дал опять перехай. На перехай. Все круто. Но. Но, друзья мои. По фунту та же самая история. Но еще даже круче. Опять площадка, которую никто не тронул. И это звоночек для тех, кто сейчас набирает лонги. Вот этот вынос будет. Давайте теперь совместим пару событий. Событие номер один. По евро-доллару. Площадка внизу. Да. Вот это вот. И по фунту ближайшая площадка вот здесь. И впереди у нас новости. К чему же это все сделано. Я считаю, что те, кто знают, какие будут новости сегодня. А скорее всего они будут сильные. Они уже эти ловушки специально выстроили для того, чтобы это все отконтропопить. Как говорили некоторые руководители вслух. Я не говорю, что прямо от текущих упадет. Но вот эта площадка, она неспроста здесь находится. И она будет вынесена. Поэтому будьте внимательны. Либо не стопитесь сюда. Либо работайте на повышение стейк профитами в эту зону. Так, что касается австралийского доллара. Растянулся знатно. Ну, по делам я говорил, что здесь торговая идея. Недельная от пин-бара мы растем уже больше, чем один к одному. Впереди 0,69 уже. Я думаю, все знают и верят и ждут этот уровень. Но вопрос, с какими откатами мы сюда дойдем. Конечно, хочется, чтобы инструмент немножко откатил. Для тех, кто не успел купить. И для того, чтобы успеть заработать в ланге. Но обратите внимание, здесь есть площадочка, которую в ближайшее время вынесут. И можно сюда, кстати, поставить лимитник на пробой и пощупать стопы продавцов. Доллар-канадец валится вниз. Я говорил о том, что это будет весело. Потому что здесь тоже масса-масса ликвидности. Всех будет выносить. Всех будет выбивать. Мы взяли то, что понимаем. Я думаю, что вы здесь участвовали в этом движении. Доллар-иена продолжает подваливать. Каждый день сыпется-сыпется. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Но движется к своему заветному уровню 140, который рано-либо поздно пробьет. И те, кто участвовал в шортах, собственно, там заработает деньжат. Надеюсь, что сегодня новости выйдут по баксу. Но если они выйдут сильные, то у нас пройдет какая-нибудь лонговая коррекция, от которой можно поиграть в шорты. Напоминаю, с точки зрения сломов продавать, конечно. Ну, или если вы не продавали вот в этой зоне, то следующая зона для шортов находится здесь. В этой зоне продавать не very well. Нефтяночка находится в зоне продаж, дорогие мои маленькие любители больших профитов. Напоминаю, что моя амбициознейшая торговая идея на падение этого инструмента продолжает существовать и теребить ваши трейдерские умы. Инструмент аккурат стоит на шортовом сломе. И если вы продадите по текущим ценам со стопом в 3 бакса, вы можете рассчитывать как минимум на 6 бачков, а как максимум туда на 10, 20, 30, а то и более. Я, друзья мои, вернее, мои седые трейдерские волосы видели минус 30 долларов за баррель североамериканской нефти. Это было очень весело. Я покупал ее по полторы тысячи. Да, дорогие друзья, вот такой я старый. Так, переходим к биткоину. Биткоин подрастает, периодически корректируется. Я за лонги, идея здесь недельная от вот этого пин-бара. В принципе, часть лонгов уже отработала по стоповой площадке продавцов. Поздравляю с тем, кто участвовал. Амбициозным трейдерам рекомендую, нельзя говорить рекомендую. Говорю о том, что, в принципе, поддержать часть позиции до 74 тысячи долларов логично, потому что это недельная конструкция, это был импульс, это флэт, это откат, сброс покупателей, логично удержать повыше. Но это произойдет, когда, ну, либо бакс ослабнет, либо какие-нибудь новости по крипто миру вновь начнут терзать хорошие новости, терзать души слившихся крипто трейдеров. Такие красивые слова. Так, значит, что индекс бакса? Я думаю, его вообще можно удалить, сейчас, в принципе, толку в нем нет. Он отработал цель, который мы брали, в принципе, пока ничего любопытного нет. Индексы фондовые после восстановления колеблются на своих хаях, все это здорово. DAX на очередном перехае, ничего пока любопытного с точки зрения сломов для нас нет. Стоит на, как, не знаю, вкопанный. Если S&P 500 не пробьет вот этот уровень и откатит на лонговый слом вот сюда, то почему бы его здесь не прикупить, не подержать вот так. Но это не говорит о том, что надо продавать, это просто точка входа находится здесь. Если вы покупатель, такое может быть. Так, что касается газика, газик у нас месяц на исходе, впереди экспирация по газу. Не забудьте фиксануть позиции перед экспирацией, либо их закроют сами, либо перенесут в зависимости от настройки шок-брокера. Если нефть будет валить минимум там на 10 бачков, газ может тоже вливануть, кстати, да. И тогда вы сможете его прикупить уже ниже 1.35. Собственно, это прям шикарнейшая котировка, откуда газик может дать лонгового дрозда. Мама не горюй, я надеюсь, что межэкспирационного периода хватит для удержания позиции в прибыльную зону. Доллар-франк летит в бездну, так же, как летит в бездну индекс доллара. И, в принципе, видно, что бак слабеет, и ничего с этим сделать никто не может. Но это нормально, периодический бак. То укрепляется, то слабеет, никаких тут прям страшных идей нет. Наша задача заработать на колебаниях валютных курсов, и сделать это в этом инструменте, в том числе, можно с использованием сеточного метода торговли. Да, дорогие друзья, такое существует, и здесь можно раскинуть сеточку лимитных покупок. С шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку ниже лоу 23-го года, да и текущего, в принципе, тоже. Но лучше уже взять 23-й, стоим внизу. Ноябрь здесь, вот если будет пробойчик, и накидываем сеточку, и выходим на зеркальном уровне, как мы это обычно делаем. Канадец ранок тоже самое, но немножко ниже, в принципе, инструменты зеркальные. Канадец иена пока не трогаем, в рамках сеток сильно растянулся. Если вы хотите, если вы хотите продать, если вы хотите отомстить иене за ее девальвацию, сделать вы можете через франки иену, если откатить инструменты, взять удар вот в эту площадку, но это не сетки. Ауди Кат бычет и очень близок к старту сетки лимитных продаж и выше хая прошлого месяца. Шаг не менее 500, инструмент краткоходный. Новозеландец франк хорошо вкатил, ждем границ диапазона, пока нам здесь не интересен. Австралийц-Новозеландец качественно флетит, болтает его мамонь горюй. Если вы амбициозный, можете накинуть сеточку вот здесь. Шаг не менее 500, но можете залететь. Лучше это делать вот в этом диапазоне. Здесь он, конечно, великоват, но инструмент такой. Диапазон 5000 на границе диапазона набирает, собственно, сеточки в рамках цирюльника, либо как вы его не назовите. Еврокат ждем границы верхнего диапазона для набора сетки лимитных продаж. Шаг 1000, инструмент залетный. Еврофранк тоже шаг 1000 на границе диапазона еще не дошел, не трогаем. Евроауди тоже внутри диапазона не трогаем. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube канале по вчерашнему видео. Итак, на фунте можно было хорошо поднять. Вы знаете, можно было хорошо поднять на всем, на любом инструменте. Спасибо. Почему мы не можем поддержать монетку биткоина в руках? Почему? Потому что этой монетки не существует в физическом плане. Биткоин только продажей говорит непонятный человек, но не говорит с каким риском и тейп профитом, поэтому нам эта информация не интересна. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok